Что еще есть в этом уроке важного, на что нужно обратить внимание? В этом уроке еще описан артикль. Для русскоговорящих артикль не очень знакомая вещь, а в русском языке нет артикля. То ли нам повезло, то ли нам не повезло, у нас нет артикля, но каждый из вас какой-нибудь иностранный язык изучал в школе. В английском артикле есть, ну даже два, а, д, да. В немецком есть, да, д, да, да, ну, во французском есть. И, в общем-то, практически во всех индоевропейских языках есть артикли. Есть еще определенные артикли, неопределенные артикли, может быть, достаточно сложная система артиклей. В греческом тоже есть артикли. В отличие от английского, например, языка, в греческом нет определенного или неопределенного артикля. В греческом только один артикль. Он не то чтобы во всем совпадает с определенным артиклем, мы потом увидим некоторые различия, хотя по смыслу он к определенному ближе, чем к неопределенному. Но он там один, поэтому хотя в некоторых книгах греческий артикль называют определенным артиклем, ну просто по аналогии с английским, это не совсем верное название. Слово определенное в контрасте возникает. Есть определенные, неопределенные два. А в греческом просто один артикль и все. Поэтому проще о греческом артикле говорить как об артикле. Зачем артикль нужен в языке? Или, может быть, зачем артикль нужен в греческом языке? Главная причина употребления артикля вот в чем. «Добавляя к слову артикль», то есть есть слово, и перед ним ставится артикль, так вот, добавляя к слову артикль, говорящий сообщает слушающему, что он ведет речь о понятии или о предмете известному ему самому и как он надеется известным слушателям. Смотрите, артикль показывает, что говорящий ожидает, что слушатель догадается, о каком предмете конкретно или о какой концепции конкретно идет речь. Как он может догадаться? В каких ситуациях вот это вот догадывание происходит? Ну, первая ситуация, когда что-то упоминалось в предыдущем контексте. То есть мы читаем, например, в Библии какую-нибудь историю, и в этой истории, когда появляется новый предмет, новый персонаж, то при его появлении он первый раз упоминается без артикля. Вот кто-то появился, и все. А потом, когда второй раз упоминается этот же персонаж, он упоминается с артиклем по той причине, что читатель уже в курсе, о ком или о чем именно идет речь. Вот я просто вспомнил, если открыл четвертую главу Евангелия от Иоанна, помните, известная история разговор Иисуса с женщиной-самарянкой у колосса. И вот седьмой стих. «Эх, это и гуне, эктес, самритес». «Приходит женщина из Самарии» и так далее. Видит слово «гунэ», это греческое слово «женщина», без артикля. Читаем текст дальше. Смотрим, например, девятый стих. «Лэгэ ун ауто хэ гунэ хэ самаритес». А «хэ», перед словом «гунэ», это артикль. «Хэ гунэ», употребив артикль, говорящий сообщил, что речь идет о той же самой женщине, которая уже известна слушающим вот эту историю. То есть, смотрите, первое упоминание без артикля, последующее упоминание с артиклем. То есть, артикль показывает, что речь идет о чем-то уже упомянутом ранее. Иногда, как вот в случае гунэ, есть слово «гунэ» без артикля, а потом с артиклем, но, в принципе, язык греческий более гибкий и не обязательно должно употребиться точно то же самое слово. Возможно, и упоминается концепция, упоминается какое-то синонимичное слово, а потом уже второй раз, когда о том же самом идет речь, употребляется артикль. Давайте вот такой очень, мне кажется, красивый пример посмотрим. Известнейший текст из второго послания Тимофея, когда апостол Павел сначала в конце третьей главы говорит о Писании, смотрите, 16 стих третьей главы, «Попался графе, пелпнеустос, кай, офелимус, все Писание, Богдухновенно и полезно», и так далее. А потом в начале четвертой главы он заклинает пред Богом и так далее. Тимофея, второй стих вы смотрите, «Кэруксон Тон Логан, проповедуй слово». Тон Логан – это слово «логос» в винительном падеже, вы уже знаете эту форму, видите, не окончание винительного падежа, а тон – это артикль перед словом «логос». «Проповедуй слово». Какое слово? Ну, если слово с артиклем, то понятно, какое слово. Слово упоминавшееся, слово известное, и ближайшее упоминание, все Писание благодухновенно и полезно. «Проповедуй» – вот это самое слово, о котором только что шла речь. Разрыв глав и отсутствие артикля в русском языке нам не всегда позволяет увидеть эту связь, но когда вы читаете по-гречески, периодически важно задаваться вопросом о том, зачем здесь артикль. Ну, часто очень банальная причина, как в случае с женщиной-самарянкой, эта женщина уже упоминалась, и вот теперь она дальше упоминается с артиклем, но иногда мы замечаем вот такие вот детали, которые чуть лучше помогают нам разглядеть ситуацию. Артикль указывает, что-то упоминалось. Это самая часто встречающаяся причина для употребления артикля. Иногда артикль употребляется не потому, что что-то упоминалось, но что-то вот сейчас будет упомянуто. Иногда артикль употребляется, потому что что-то наличествует на момент речи. Вот, например, сейчас я сижу перед видеокамерой, и если бы я говорил по-гречески, ну, по-древнегречески это не сказать, но говорила, то, говоря о видеокамере, я бы мог употребить это слово с артиклем, потому что вот прямо передо мной, прямо в этой комнате есть видеокамера, понятно, о какой видеокамере идет речь. То есть что-то наличествующее, просто на момент речи, присутствующее там, где находится говорящий, будет с артиклем. Что-то уникальное, существующее в единственном экземпляре, будет с артиклем. Например, в греческом тексте такие слова, как солнце, луна, обычно с артиклем. Почему? Ну, понятно, сейчас мы как современные астрономы скажем, ну, солнце одна из звезд, есть много других звезд и так далее, но, в принципе, для грека солнце, вот это солнце, да, вот оно одно и все. И поэтому, ну, с артиклем, потому что всем понятно, о каком именно солнце идет речь. Еще одна любопытная деталь, слово дух. Дух, мы с вами как-то уже обсуждали, это говоря о заглавных и строчных буквах, что в греческом языке нет разницы между заглавными и строчными буквами. А в русском переводе, когда речь идет о святом духе, переводчик истолковывая слово дух, как говорящий о святом духе, ставит его с большой буквы, истолковывая его, как говорящий о человеческом духе, ставит его с маленькой буквы. Но хотя в греческом нет разницы большая-маленькая буква, Все-таки Дух Святой, он особый, он уникальный И когда речь идет о чем-то уникальном Очень часто это слово с артиклем И один из способов показать в греческом тексте Что речь идет о Святом Духе Это слово Дух написать с артиклем Тот самый Дух, особый Дух Все знают, какой именно Дух Вот на это указывает артикль Это не значит, кстати, что отсутствие артикля Автоматически обозначает, что речь не идет о Святом Духе Есть достаточно сложные правила Грамматические, когда можно или нельзя употреблять артикль И эти правила не предмет данного года обучения Через год мы вернемся к теме артикля Через год у нас с вами будет замечательный учебник Волоса Где две пространные главы про артикль написаны И там, конечно, узнаем больше Наша задача сейчас такая утилитарная Понять, почему артикль все-таки бывает Не спешите толковать отсутствие артикля Отсутствие артикля может быть вызвано грамматическими причинами Структурой и предложением еще чем-то Но вот присутствие артикля автоматически подразумевает Что говорящий говорит о чем-то таком О чем, как он надеется Слушающий догадается Одна из особенностей Вот такой вот догадываливости слушателя Связана вот с чем Иногда говорящий, употребляя артикль со словами Подразумевает любую группу предметов вообще Например, слово антропос, человек Можно употреблять с артиклем антропос Что это будет обозначать? То есть я говорю хо антропос и там что-то дальше И слушающий грек думает Так хо антропос То есть говорящий думает, что я понимаю О каком человеке идет речь Но никакой человек до этого не упоминался Никакого специального человека здесь нет Почему он подразумевает, что я знаю И вот такой вот подход Обозначает, что речь идет о человеке вообще О любом человеке О человечестве в целом Вот артикль Он анализируется следующим образом То есть встретили артикль и думают Так, упоминалось ли в тексте Присутствует ли на момент речи Является ли чем-то уникальным Нет, 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 но артикль все-таки есть А значит вообще О любом человеке в принципе То есть артикль может употребляться Либо для обособления Какого-то конкретного известного предмета Либо для обобщения То есть вообще любой человек Вообще все люди в целом Ну, отсутствие артикля Это какой-то человек и конкретный, но не понял Вот так примерно употребляется артикль Я чуть-чуть про него поговорил Еще несколько раз мы будем к теме артикля возвращаться На втором курсе еще более подробно артикли будем изучать Но все равно вы уже читаете текст Вы видите артикли Что-то нужно в этом отношении делать На русский, как правило, артикли никак не переводятся То есть есть артикль и есть артикль Но притолкования могут быть значимыми Особенно вот этот пример, который мне очень нравится Я его люблю Проповедует слово Вот все описание, богатых, наверное Это слово именно и проповедует Хорошо Мы с вами поговорили о смысле артикля И теперь нужно сказать несколько слов о формах артикля А формы вы увидите в параграфе 6.21 54-й странице учебника вверху можете посмотреть Хо, тон, хуй, туз, хэ, тэн, хай, таз и то, то, та, та Если вы запомнили уже падежное окончание То видите, что винительный падеж, тон И ню добавилось типичнейший тон Или тэн А пи йота в именительном падеже добавилось Хой, хай Ну, в среднем вроде альфа типичная Туз, таз Тоже достаточно типичное окончание для первого складения То есть какие-то вещи перекликаются с падежным окончанием Какие-то особенные Особенно именительные падежные листового числа Хо, хай, то, какое-то немного неожиданное Тем не менее, вот И ожиданные, и неожиданные формы Их нужно заучить И Они Часто будут вам встречаться И, кстати, в сложных случаях Когда, например, какие-то изменения В третьем склонении В первом, в втором склонении Обычно не сложный случай А в третьем склонении Там некоторые изменения могут происходить При образовании падежных форм Мы это потом обсудим Иногда Поддержка слова в третьем склонении Вот так сходу трудновато узнать Вот стоящий перед словом артикль Всегда будет помогать Артикли Не зависят от своего склонения слова То есть артикль женского рода Будет всегда Хэ Независимо на Альфу заканчивается слово На Эту заканчивается слово Или в третьем склонении Заканчивается оно на какую-нибудь Согласную Йоту Или еще не поймем на что Артикль всегда будет Хэ А артикль мужского рода Всегда будет Хо Артикль среднего рода Всегда будет То Независимо от того Что там происходит со словом И в параграфе 6.23 Вы можете посмотреть слова Вместе с артиклями Хо логос Тон логон Хой логой Туз логус И видите Хэ графэ Хэ хора Видите Хэ графэ Хэ хора Артикль все равно Хэ Тэн графэн Тэн хора Артикль все равно Никак не зависит От особенностей Слово Поэтому Если вы хорошо знаете артикли Они всегда Они со многими словами встречаются Они всегда будут хорошей Подсказкой для вас Но еще просто Одно холодное замечание При заучивании артиклей Вы видите Именительный падеж Хо Потом Тон Хой Туз Если вот При дыхании буквы Т Как-то представить себе Как немного взаимозаменяемую Может быть Это будет подсказка При Заучивании артиклей Итак Что у нас есть Вы Знаете какие-то слова Вы Знаете Поддержные формы Именительный падеж Винительный падеж Единственное число Множественное число Вы даже Познакомились с артиклями Все это Подводит нас К тому Что Потихонечку Можно Что-то Учебное предложение Конечно Начинать переводить Вы пока не знаете глагол Глагол вам будет подсказываться Но мы начинаем Начинать с работы Над переводом Как вы работаете с переводом Разбиваете текст На предложение На слова Артикль Оставляете вместе с тем словом К которому он относится Разбираетесь с каждым из этих слов Разбираетесь с ролью Каждого слова Что там подлежащее Вимительном падеже Что дополнение Вимительном падеже И собираете все это В предложение На русском языке Ну чуть попозже Мы подойдем К рабочему тетради И к домашнему заданию По переводу И там На все На это Посмотрим